Исповедуешь какую-то другую веру, ислам, то, наверное, какая-то доля истины в этом есть и очень большая. Ислам пришел на территорию нынешней Российской Федерации гораздо раньше христианства, уже в 7 веке, в 1 веке по мусульманскому лету исчислению. А самый древний город России, Дербент, стал северо-западным форпостом халифата арабского. В 200 лет спустя ислам пришел на Волгу, мои предки, волжские булгары, одни из предков нынешнего татарского народа, официально стали народом ислама и затем этого уже своего качества драгоценного не теряли. Когда пришли монголы, когда возникла Золотая Орда, она тоже довольно быстро в течение какого-то столетия стала мусульманским государством. И именно это государство обозначило границы, которых позднее появилась Россия. Россия исконная и Россия нынешняя. То есть можно сказать, что, в общем-то, контуры этого на нашей родине определялись под влиянием, в том числе, исламского фактора. Это учитывали всегда и в культурном контексте все русские классики, ну, большинство, скажем, русских классиков, Кушкин, Лермонтов, упоминавшиеся, Бунин, Куприн, они отдавали должное исламской тематике, они писали подражания священному Корану, они писали какие-то стихи, прозаические произведения, которые были вдохновлены именно этой темой. Затем этот интерес не смогли вытравить ни какие-то гонения, ни проблемы, почти век безбожия. И, в общем-то, сегодня Дмитрий сказал, что сейчас действительно происходит. Нельзя это назвать иниссанцем, нельзя назвать это пумом, но все равно явный интерес к этой теме есть. Его премия «Большая книга» самая, ну, главная, по сути, литературная премия страны, в финал которой я в этом году имел счастье выйти, ее интерес к текстам, которые рассказывают, которые пытаются понять, найти смысл существования именно с мусульманской точки зрения, это очень важная вещь. И позапрошлогодняя победа взяли Якиной с книгой «Зулейха открывает глаза». Она символична, символична это название, символична размах проблем, которые эта книга ставит. И символично, что эта книга была не единственной. Появилось в последние десятилетия очень много книг, которые написаны как, скажем, этническими мусульманами, так и вполне себе представителями других народов, русскими писателями, которые так или иначе исследуют данные проблемы. Что касается наших связей, то СССР, как известно, была первой страной, которая признала государство Саудовской Аравии. Считается, что одним из подвигших к этому политиков Кремль сделал это во многом с подачей такого человека, который был известен в бывшей Османской империи, в Саудовской Аравии, как Казалпаша, красный царь. Это Карим Хакимов, то штатарин, дипломат. Он стал личным другом отцов-основателей государства Саудовской Аравии. Он очень многое сделал для развития наших отношений. Когда в 1937 году его отозвали Москву и расстреляли, отношения были расторгнуты. Саудовская Аравия отказалась принимать нового посла, и, в общем, до 1990 года этого принципа держалось. В 1990 году, как мы знаем, оставался год до того, чтобы появилась наше нынешнее государство, Российская Федерация. То есть, такой символизм, так получилось, что именно в конце 30-х годов пошло жесткое гонение, если был концепт до того года 20 лет, концепт на именно интерес к коренным народам, к коренизации, так называемых, к каким-то вещам, связанным именно с периферийными, что ли, смыслами, растущими на территориях бывшей Российской империи. То затем, с конца 30-х годов до 1990 года, до 1991 года, это было утеряно. Сейчас новое государство, оно, с одной стороны, является правоприемником Советского Союза, который этот интерес старательно утерет. С другой стороны, мы все равно потомки Великой России, и Российской империи, и государств, которые существовали на территории России, со всеми ее народами. И, естественно, эти разные народы, они ищут какие-то смыслы существования в этом молодом, древнем государстве. Естественно, одна из главных задач в том, чтобы найти эти смыслы, принадлежит, эту задачу должны решать деятели культуры, не в последнюю очередь литераторы. Ну, опять же, не секрет, что мы с этой задачей не всегда справляемся. То есть, допустим, мне бы очень хотелось сказать, что вот есть такие-то замечательные литературные произведения масса, которые мы можем предложить нашим саудовским коллегам, нашим друзьям, чтобы на Аравийском полуострове это прочитали. А мы, естественно, очень заинтересованы, чтобы узнать, про что какие проблемы волнуют вас, потому что наши государства, несмотря ни на что, несмотря на внешние различия, они очень похожи. Я 7 лет назад имел счастье завершить хадж, и, соответственно, я был в Саудовской Аравии, я смотрел, как живут там люди, там удивительное сходство, которое проскальзывает даже в самых вопиющих контрастах. И кое-что об этом сказали, это и нефть, это и какие-то единые государственные подходы и так далее. Но на всем останавливаться не буду. Но, тем не менее, мы сказать, вот смотрите, нас, мы это отрефиксировали, мы нашли эти смыслы, мы готовы с вами поделиться. Мы это не очень сильно можем, потому что мы не очень хорошо знаем свою собственную литературу, потому что мы не очень хорошо знаем литературу нерусских народов, потому что есть огромный задел, который нам нужно преодолеть. И вот когда премия, большая книга, решительным образом и авторитетом показывает, что в этой области есть интересные книги, и ты тысячи, десятки тысяч людей начинает это читать, это очень большое дело, и в этом большой смысл. Если у наших арабских друзей есть по этому поводу какие-то наработки, это было бы здорово изучить, потому что взаимопроникновение культур. Богатство, оно всегда в разнообразии. Единообразие богатым не бывает. Это нам показала нефтяная игла, это нам показало какой-то монополизм, монополизм, идеологический монополизм, религиозный монополизм какой-то национальный, то только когда у нас есть выбор, когда у нас есть разные какие-то возможности, мы можем расти, мы можем богатеть. Ну, это с одной стороны. А с другой стороны необходима какая-то единая точка отсчета. И в этом плане очень здорово, что несмотря на то, что мы находимся очень далеко друг от друга, и опять же не похоже, вот в Москве эрриатовское или там мекканское или мединское время, и соответственно в Мекке, в Медине, в Эрриаде, московское время. То есть часы нам сверять уже не надо. А дальше уж как получится. Я очень надеюсь, что получится хорошо. Спасибо. 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 И заканчивается перевод, но я пока вас благодарю. Но у меня вопрос есть все равно. Мы говорим о культуре, которая действительно долгое время, пока информационные технологии не достигли всего того, что мы сейчас наблюдаем, была главным сближающим фактором народа. И это действительно было очень эффективно, хотя не очень быстро. Сегодня все-таки современные медиа рассказали о замечательном нашем дипломате. Ну, я вспомню другого российского дипломата, Евгения Примакова, который тоже и в том числе нашими коллегами из Саудовской Аравии был очень хорошо знаком, например, с королем Фахт Ибн Абдул Азии с Аль-Саудом. Лично встречался. И историю одну описывал в мемуарах потом, ну и рассказывал тоже. Она заключалась в том, как раз был 90-й год. Его король Саудовской Аравии просил подумать, а можем ли мы наладить перевод программы «Время» 90-го года, потому что говорит объективнее о том, что происходит на Ближнем Востоке. Другие медиа не могут рассказать, только программа «Время». Но, к сожалению, это все осталось на уровне разговоров, потому что через некоторое время не стало Советского Союза, и вопрос этот отпал. Но это как раз показывает то, что именно современные медиа сегодня формируют вот это не только информационное, но и культурное поле. Стоит ли нам это учитывать и как нам это преодолеть? Потому что я такой же вопрос задавал нашим уважаемым коллегам из Саудовской Аравии. Но мы понимаем, что нужно здесь искать какие-то выходы. Можно ли их найти? Вы как человек от культуры, от литературы, чувствуете, что вот это информационное поле, оно мешает сближению? Ну, я человек не только от литературы, я человек от медиа, потому что я работаю в Израильском доме коммерсант, вот и почти 30 лет в журналистике. Настоящие медиа, они все-таки идут за реальной повесткой дня. Если реальная повестка дня, если экономика, если по базе экономической настройка политическая не существует или существует в мерцающем режиме, который не представляет своего монолита, достойно выговорить, если этот монолит не влияет на нашу с вами сегодняшнюю жизнь, медиа там делать нечего. Они могут как угодно надувать щеки, медиа могут какие угодно публицистические, огромные тексты размером с простынь выдавать, делать ежедневно телерепортажи. Это не поможет, если нет реального смысла во всем этом. Поэтому мои коллеги совершенно правильно говорили, что нужно нам самим все это делать. И если мы этого не будем делать, то, естественно, мы будем слушать то, что говорят другие медиа, которые на этом поле работ, потому что там есть реальные интересы, реальные деньги, реальные контракты и так далее. Природа не терпит пустоты вообще, а уж медийная информационная природа, и уж тем более в наше сегодняшнее время цифровое, когда весь мир находится на расстоянии одного щелчка, она не терпит пустоты совсем. И если пустота существует с нашей стороны, то она заполнится, как правило, с Запада. Вот и все. У меня есть вопрос, может быть, не был правильный вопрос, но я спросил, что в ваших книгах и в ваших книгах, эти хранили из-за исламофобии, как он создавал в стране? Сегодня мы видим больше и больше моктубы о исламе в китовах, о исламофобии, о страхе о исламе, без понимания о том, что вы решили это в Россию? Это такая проблема социальных сетей, что ли. То есть этот фактор не учитывать невозможно. Но этот фактор, опять же, как-то связанный с тем, что глупым словам можно противопоставить только умные дела. Если у нас будут умные дела, если на каждый рассказ о том, что мусульмане это люди, которые в секторе рвают все криво, что так далее, можно будет показать на конкретное доброе дело, на построенный дом, на запущенный завод, на книги, которые научили людей чему-то мудрому, то, естественно, глупые слова там мрут сами по себе. А так без этого слово на слово не работает. То есть контрпропаганда против пропаганды, она ничего не даст. Это начинается просто дуэль щита и мяча, который приводит гонки вооружений и просто все-все оздобляются. Поэтому я, в силу естественных причин, естественно, не могу быть и сломофобом, но спорить с такими людьми никогда в дискуссии не вступают. Потому что чего с дураком спорить? Нужно делать свое дело честно, и тогда, наверное, у этого дурака будет меньше гораздо возможности для того, чтобы его услышали. Вот и все.